Дорогие мои друзья, приветствую всех из Бельгии. Меня зовут Людмила Стрелец. Сегодня очень жаркий летний день, вы знаете, но он не только жаркий от солнышка, но и от многочисленных регистраций, которые поступают в компанию. И для того, чтобы они стали еще более массовыми, я записываю этот видеоролик, как зарегистрироваться и как правильно оплатить в компанию, чтобы вы самостоятельно могли сделать эти очень простые, легкие шаги. Компания действительно для нас подготовила очень легкую и простую регистрацию, ничего сложного нет. И давайте я вас проведу по этим шажкам. Итак, вы берете реферальную ссылку своего спонсора, здесь будет написан логин вашего спонсора, и заполняете только английскими буквами вот эту маленькую табличку. Вы вписываете ваше имя, вашу фамилию, пишете e-mail, повторяете e-mail и пишете ваш номер телефона, начиная с международного кода. Помните, что для России это не восьмерка, это для внутреннего пользования в стране, а для России это семерка. И нажимаете на кнопочку Get Access Now, получить доступ сейчас. Вы попадаете в свой бэк-офис, и дальше вы сможете оплатиться сразу, если вы примите решение. Как? Я вам покажу дальше. Если вы просто зарегистрировались, вы можете посмотреть ваш бэк-офис, может пройдет несколько дней, какое-то количество времени, вы захотите потом проплатиться. Для этого у вас будет ссылка, для нас она у всех единая. Вы набираете pro-travelplus.com логин, и после этого, или просто com без логин, и у вас открывается вот такая табличка, вы будете видеть этот многочисленный поток регистраций. И для того, чтобы проплатиться и стать в компанию, вам необходимо зайти в бэк-офис. Вы здесь вписываете, где написано Pre-Unroller Login. Это для тех, кто зарегистрировался, но еще не проплатился. Вы здесь вписываете свой e-mail, нажимаете на кнопочку на логин, заходите в бэк-офис и будете проплачиваться, как я вам сейчас покажу. Если вы уже партнер компании после регистрации, вы уже проплатились, забыли свою ссылку, как зайти в бэк-офис, набираете pro-travelplus.com, открывается табличка, и там, где маммер логин, выписываете свой логин и пароль, и нажимаете на логин. Это для проплаченных. Итак, вы зарегистрировались по ссылке своего спонсора, открывается табличка, вписываете свой e-mail, и заходите в бэк-офис на оплату вашего аккаунта, чтобы быть равноправным участником нашей замечательной программы. Дальше, вверху вы видите кнопочку Join, фиолетовая, нажимаете на эту кнопочку. Да, еще после регистрации, сразу, когда вы зарегистрируетесь, увидите в своем бэк-офисе, здесь будет в этом списке написана ваша фамилия. Буквально через несколько минут она исчезнет, потому что идет многочисленный поток из разных стран, и вы уже попадете куда-то вниз. Все эти люди, которые зарегистрировались после вас, потенциально они могут попадать потом в вашу линию. Итак, вы нажимаете в бэк-офисе на Join, на фиолетовую полосочку, и перед вами открывается следующая табличка. Вверху уже будет написано ваше имя, e-mail и номер телефона. И здесь будет ваш ID, я его закрыла, чтобы мне было видно. И вы увидите это сразу на экране. Это уже закодировано компанией, ничего вписывать не надо. Дальше вниз вы опускаетесь, вы увидите, здесь нужно будет вписать ваш логин. Логин, который вы сами себе придумаете, username. Дальше вы пишете пароль в двух окошечках одинаковый. Пароль должен быть желательно не больше 10 знаков, потому что система тогда блокирует. И где-то так вот старайтесь от 6 до 10 знаков. Дальше вы опускаетесь ниже и выбираете членство. У вас всегда будет стоять кнопочка на membership, то есть ежемесячная подписка на 35 долларов. Если вы хотите, чтобы у вас был, например, ранг 2 звезды, а не 1 звезда, вы ставите галочку на 6 месяцев подписка. И вам нужно заплатить, будет 235 долларов. Если вы хотите годовую подписку, значит вы ставите галочку на годовую подписку и проплачиваете 435 долларов. После того, как вы это выбрали, значит опускаетесь опять-таки ниже на страничке и заполняете данные своей карточки. Имя на карте пишите английскими буквами. Дальше здесь нажимаете на черненькую галочку и выбираете тип карты. Мастер, виза карта, например. И может быть такое, что у вас будет написано... Ой, вылетело слово из головы. У вас может быть написано другое слово. Вы как бы оставляете, сейчас я его вспомню. Это для карты виза только. И у вас она высветится. Но обычно здесь показано мастер или виза и вы выбираете. А, шоу. Да, будет написано слово шоу. Как бы значит это у вас как бы на карту виза. Дальше, если у вас будет... Следующая строчка, вы вписываете 16 цифр вашей карточки без пробела цифра к цифре. Дальше вы выбираете дату, которая написана на вашей карточке, срок действия карты. И на обратной стороне карты вы выбираете три цифры. После этого, когда вы это заполнили, дальше вы заполняете графу о вашем адресе, где вы проживаете. Даже если вы проживаете в другой стране, а карточка заказана была в другой стране, как, например, я живу в Бельгии, а карточка у меня из другой страны, значит, я пишу координаты того адреса, на который была получена моя карта. Точно так же и вы. Если у вас, скажем, вы проживаете в другой стране, карточка российская или украинская, или другой страны, вы пишите координаты вашей карточки. Выбираете страну, пишите название улицы, там латинскими буквами, дальше пробел, дальше номер дома, дальше тире, дальше квартира. Никаких дом, никаких КВ не ставьте, никаких запятых не ставьте, потому что из-за таких мелочей тоже может не пройти ваша регистрация. Если у вас есть какой-то корпус, значит, пишите, например, 3-2-48 в таком формате. Дальше пишите город, где вы проживаете, деревня, там местечко, где вы проживаете, где написано провинции, ничего не вписываете. Дальше вы пишите почтовый индекс и ставите галочку в маленьком квадратике. После этого вы внимательно проверьте, чтобы у вас было написано 16 цифр, а не 15 или 17. Посчитайте по 2 цифры, там 25, 10, 32, 48, тогда вы не ошибетесь. Страничка, на которой вы проводите регистрацию, должна быть выставлена только на английском языке, чтобы не было никаких сбоев в системе. Не выставляйте страницу на русском языке. На русском читайте информацию, но все действия делайте только на английском языке. Дальше вы нажимаете на кнопочку submit, вас перекидывает на следующую страничку, где будет написано join, success это означает успешно, и вас поздравляют за то, что вы присоединились к американской компании ProTravel Plus. Ваш код написан про платы какой, с вас сняли в данном примере 69,95 центов, 69 долларов, и еще вас благодарят за проделанную оплату. Вы нажимаете еще раз на голубенькую кнопочку submit и попадаете в свой бэк-офис. Я хочу вас поздравить, потому что вы стали на путь профессионального путешественника, и сейчас вы будете вместе с нами обучаться туристической грамотности, как правильно заказывать, бронировать, как путешествовать, как смело и уверенно идти по жизни, потому что у вас будет достаточный доход, достаточный заработок для того, чтобы вы выбрали путешествие своей мечты, поехали куда захотите, со значительными скидками от компании, радовались жизни и благодарили за то, что есть такая замечательная компания ProTravel Plus. Помните, что секрет счастья заключается в свободе, в свободе человеческой передвижения, в свободе финансовой, в благополучии, и секрет свободы – это мужество. Чтобы быть свободным, нужно иметь характер, силу воли, желание, цели, найти правильное место, свое предназначение. И если вы считаете, что эта компания вам подходит, добро пожаловать в нашу команду от Людмилы Стрелец и в компанию ProTravel Plus. Благодарю всех за внимание, всего доброго, до свидания. Подключайтесь к нам.